Это прортрет моего учителя. Он хирург, известный человек, был главным хирургом 2-го Украинского фронта во время войны Александра Аумовича Рыжих. Ученик Александра Васильевича Вишневского и друг, большой друг Сан Саныча Вишневского. Они были большими друзьями. В моей жизни выбор медицины был не случайным по одной простой причине, что я потомственный медик. Я произошел, был рожден в семье врачей. Это мама была доктор, отец был всю жизнь связан практически со здравоохранением. Выбор профессии врача, который будет заниматься хирургией, это, наверное, вот там это уже был мой осознанный выбор. Тот, который я, наверное, желал, хотел. Не нужно воспринимать болезнь как какое-то фатальное происшествие, которое пациент должен пережить и все. Нет, мы знаем, что болезнь, посланная Всевышним, для чего-то, для того, чтобы преодолеть какие-то сложности, проблемы, для того, чтобы остановиться, для того, чтобы разобраться в себе. Мы знаем, что пациент должен обратиться к врачу, если он не знает самостоятельно, как решить эту проблему. Мы знаем, что врач – это посредник между Всевышним и пациентом, который должен помочь ему. Сложно переоценить значение профессии медика в жизни каждого человека. Это не просто ремесло. Посвятить себя медицине может только тот, кто считает ее своим призванием. Из 100 человек по статистике, пришедших в специальность, 2, 1-2 – это гении. От 2 до 10-15 человек – это передовые люди в специальности. От 15 до 30-35 – это люди, которые работают в профессии. Все остальные – это случайно попавшие. Алексей Канаев в профессии более 20 лет. За это время успешно вылечил около 6 тысяч пациентов. Труд людей в белых халатах – высокое служение. Охранять самое дорогое, что есть у человека – жизнь и здоровье. Когда-то мне кто-то из моих учителей сказал так. Если ты хочешь сделать хорошо и вылечить хорошо, отнесись к каждому пациенту так, как к своему родственнику. И все будет нормально. Лечебному учреждению «Рамбам» 15 лет. За это время оно выросло из маленькой поликлиники в полноценный медицинский центр. Он оказывает благотворительную помощь малоимущим людям и подопечным организации «Хама» и «Шарайцедек». Многие из наших пациентов стали нашими друзьями. Я думаю, что этим мы гордимся больше всего, что наши врачи поддерживают отношения с нашими пациентами, что наш коллектив стал одной большой семьей. Девиз нашей клиники – наше здоровье, наша забота. И мы бы очень хотели, чтобы пациенты приходили и доверяли нам. Мы делаем малокровные операции, стентирование сосудов – одно из ведущих направлений. Но здесь работают и хирурги, и урологи, и нейрохирурги, и травматологи, и эндокринологи, и гастроэнтерологи, и терапевты и прочие. Я не буду затруднять вас с перечислением всех наших специальностей, но, тем не менее, это большая, уже большая, многопрофильная клиника. Четверть века назад врачи клиники боли первыми в стране начали заниматься щадящими операциями на сердце. Я счастлив, что я сумел прожить 25 лет, возглавляя эту клинику, уже вот сегодня здесь. Но тогда было очень тяжело. Но если слово эндохирургии еще смогли как-то выговаривать люди, то литотрепсию слова и сейчас выговаривают с большим трудом и с некоторым количеством ошибок. Но тогда это называлось клиника ЦЭЛТ. Так она и осталась. Все какие-то новации, они появляются в основном у врачей передовых. Они вводят, остальные учатся. Так вот, приходится и учить, приходится и оперировать, приходится работать. Вот у нас медицинская работа, она – это помощь людям, обучение врачей, внедрение в практику, обучение молодежи. День медицинского работника официально празднуют уже 30 лет. И нет для доктора приятнее поздравлений, чем благодарность тех, кого он вылечил или даже кому спас жизнь. Когда приходит День медика, это для меня очень важный повод вспомнить своего отца. Замечательного врача. И мысленно возговорить всех врачей, знакомых и незнакомых. А я знаю десятки, сотни выдающихся служителей, бескорыстных служителей своей великой профессии врача. Поэтому с праздником вас, дорогие медики, с праздником вас, дорогие врачи, с праздником всех тех, кто уважает и ценит эту великую профессию. Дорогие медработники, я с удовольствием вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Я прекрасно понимаю, как вам нелегко и какое количество проблем в сегодняшней медицине. Более таких мужественных людей, чем наши медики в России, я не видел. Хотел бы пожелать коллегам, чтобы каждый из нас себя максимально реализовал. Чтобы, дай Бог, было побольше прекрасных историй, когда мы смогли помочь, когда мы смогли увидеть пациента, когда мы смогли увидеть суть болезни. Терпение, мужество по-прежнему, любви к пациенту. Мне кажется, что вообще все врачи делятся на тех, кто жалеет своих больных, на тех, кто их не жалеет. Я надеюсь, что у нас в стране большинство врачей своих больных жалеет, и я надеюсь, что так же будет и впредь, и это я хотел бы вам пожелать. Не болейте. Желаю вам большой, хорошей зарплаты и успешной деятельности по сохранению нашей жизни. Здоровья, счастья, благополучия и удачи в нашем нелегком труде.